Ненецкий округ, имея дефицит бюджета, оказался в числе 12 регионов-доноров. Почему? Более 200 сельских семей улучшили свои жилищные условия при окружной поддержке. Речь идет о так называемой программе 70 на 30. Всего с 2009 года селянам на строительство индивидуальных жилых домов из окружного бюджета было выделено более 380 миллионов рублей. На Нерпе к новой земле. Преодолев свыше 1700 километров из Карелии в Наринмар, большим морем прибыла экспедиция Русского географического общества в четыре моря Арктики. Первые шаги в новую жизнь. Сегодня мы расскажем о юной жительнице Наринмара, которая благодаря опытным врачам доказала, что невозможное возможно. Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. В 2018 году 12 регионов не получат трансферт из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, поскольку являются регионами-донорами. В их числе и Ненецкий округ, несмотря на свой дефицитный бюджет. Как пояснили в региональном департаменте финансов и экономики, на территории Ненецкого округа ежегодно собирается до 70-80 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, из которых порядка 65 миллиардов уходит в федеральный бюджет и бюджет Архангельской области. При этом регион никогда не получал от федерального бюджета дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности. Напомню, для выполнения социальных обязательств и покрытия дефицита бюджета округ в 2016 году привлек кредитные ресурсы на общую сумму 4 миллиарда 300 миллионов рублей. На данный момент госдолг региона составляет 2 миллиарда рублей в форме облигаций. В 2016 году Ненецкий округ привлек федеральных средств на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. При первоначальных прогнозах – 215 миллионов рублей. Большая часть средств была направлена на дорожные работы, строительство жилья и социальных объектов. В 2017 году негативный финансовый сценарий сменился позитивным. Рост цен на нефть позволил округу окончить 2017 год с профицитом в 888 миллионов рублей. Доходы окружной казны тогда составили 18,5 миллиардов рублей. Более 200 сельских семей улучшили свои жилищные условия. С начала действия окружной подпрограммы, реализуемой с 2009 года. Речь идет о строительстве индивидуальных жилых домов в муниципалитетах Ненецкого округа. В рамках этой подпрограммы семья, проживающая в сельской местности и нуждающаяся в улучшениях своих жилищных условий, может получить социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома на условиях софинансирования. 70% от расчетной стоимости жилья субсидируется из окружного бюджета, остальные 30% – собственные либо заемные средства. По условиям программы ее участник должен передать жилье, которое занимает по договору социального найма или на праве собственности муниципалитету, и в течение двух месяцев с момента ввода в эксплуатацию нового дома освободить жилые помещения. В случае, если жилой дом, находящийся в собственности заявителя, имеет высокий уровень износа или непригоден для проживания, объект сносится, а на его месте можно построить новый. С начала действия программы ею воспользовались 230 семей – это жители 14 сельских муниципальных образований Ниньского округа. В этом году выдано 11 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство в совершении ранее начатого строительства индивидуального жилого дома. Стройки развернутся либо продолжатся в селе Коткино, поселках Красное, Харута, Индиго и Харивер. По условиям программы получатели окружной субсидии должны возвести дома и отчитаться о полученных из окружного бюджета средств на строительство в течение двух лет. Всего в едином списке граждан, признанных участниками под программы, состоит 41 семья. Администрация Заполярного района планирует ввести межмуниципальный автобусный маршрут, связывающий поселок Искатели и административный центр Приморско-Куйского сельсовета. Соответствующий план на заседании комиссии по вопросам развития местного самоуправления озвучил глава районной администрации. Как нам рассказал председатель Совета депутатов Приморско-Куйского сельсовета Леонтий Чупров о необходимости организовать пассажирские перевозки до поселка Красное и обратно руководство муниципального образования и поселковые депутаты говорили неоднократно. Администрация Заполярного района предлагает выполнять пассажирские перевозки на Вахтовке, которая сейчас находится в селе Несь и никак не используется. В Наримар технику доставят через Архангельск, где она будет переоборудована для удобства пассажиров. Леонтий Чупров считает, что Вахтовка не самое комфортное средство для перевозки пассажиров, особенно преклонного возраста. Не согласен председатель поселкового совета и с предлагаемой стоимостью на проезд. На этом-то и начинается, так скажем, непонимание, потому что на данный момент сумма проезда составляет 300-350 рублей. Ну, так скажем, у людей, которые осуществляют эти перевозки. То есть это возрастание цены в два раза. И, так скажем, любой коммерсант, когда он видит, что конкурент поднимает цену, он, по большому счету, подгонивает под нее. Если район будет ездить за 500 рублей, то у коммерсанты сделают 400 рублей, грубо говоря. А что терять свои доходы? Вот эта сумма, она все-таки большая. Леонтий Чупров также добавил, что каждое утро из поселка Красное в направлении города выезжает порядка 10 человек. Для них стоимость проезда, которую предлагает установить районная администрация, а именно 530 рублей, непосильная ноша. Чистый город приступил к установке заглубленных контейнеров для сбора бытового мусора. Первые две емкости объемом 3,5 кубических метра установили у дома номер 23А по улице Ленина. Средства на покупку контейнеров и двух мусоровозов выделила администрация Ненинского округа. Общая сумма закупки составила 6 миллионов рублей. У дома номер 23А по улице Ленина кипит работа. В этом дворе, одном из первых в городе, идет установка мелкозаглубленных мусорных контейнеров. 53 вот таких бака для отходов администрации города были закуплены еще в прошлом году. С приходом лета начался монтаж. По договоренности между администрацией, управляющей компанией Чистым городом, первая управляющая компания, которая согласилась ей делать, это Наринмарстрой. Поэтому в первую очередь порядка 19 контейнерных площадок замена установка вот этих мелкозаглубленных контейнеров. Новые современные контейнеры вместительны своих предшественников в разы. Один бак по объему равен пяти металлическим. Кроме этого, у контейнеров имеются крышки, что спасет от растаскивания мусора животными и ветром. Вот там мешок, уже люди кидают, как видите. Либо здесь открывается, либо там, если небольшой, то он может спокойно через этот, через тот. Или вот здесь открыть, выкинуть, закрыть, все, человек пошел. То есть понятно, что какую-то там мебель сюда уже не выбраться? Нет, нет, нет. В эти контейнеры уже мебель и крупногабаритный мусор не попадет, поэтому в этом и удобство. Внутри контейнера специальный тканевый мешок. Именно он и будет извлекаться для выгрузки мусора. Вывозить отходы будут два специализированных КАМАЗа, которые также закуплены чистым городом. Старые мусорные баки будут демонтированы и вывезены. Мария Владимирова, Вадим Стасек, Телеканал «Север». Повышение уровня воды в Печории и сильное течение привели к тому, что бревна, коряги и ветки деревьев смыло с берегов. Плавая на поверхности реки, они представляют собой опасность для судоводителей. Как сообщает Центр ГИМС МЧС России по Ниньскому округу, участились случаи наезда маломерных судов на препятствия. Инспекторы ГИМС призывают судоводителей быть внимательными во время движения на водоемах и соблюдать правила пользования маломерными судами. Также в этом году выявлено около 100 административных правонарушений уже. В основном нарушения связаны с комплектацией маломерных судов. Поэтому также хотелось бы обратиться к всем судоводителям, прежде чем выехать на водоем, проверить все необходимое согласно судового билета. Это также документы соответствующие, это судовой билет и удостоверение на право управления, которые должны находиться на маломерном судне. Согласно судового билета на маломерном судне должны находиться спасательные жилеты по количеству людей, находящихся на борту. Спасательный линь, аптечка, звукосигнальное устройство, багор, весла и кошма. Инспекторы ГИМС также напоминают о сроках прохождения аттестации на право управления маломерными судами. Аттестация на право управления маломерными судами можно пройти в ФКУ-центр ГИМС МЧС России по несколько основного округу по адресу Первомайская, 27, это второй и последний четверг каждого месяца. Предварительно подойти в группу регистрационного экзаменационного отдела, написать заявление, платить госпошлину, после чего будут проводиться аттестационные действия. За управление маломерным судном, не прошедшим техосмотр, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей. За управление судном без соответствующего удостоверения размер штрафа составляет от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. В случае чрезвычайного происшествия незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по номеру 112. На Нерпе к новой земле. Преодолев свыше 1 тысячи 700 километров из Карелии в Наринмар, Большим морем прибыла экспедиция Русского географического общества в четыре моря Арктики. В составе экипажа ученые орнитологи, бывалые путешественники и исследователи Крайнего Севера. Перед решающим броском к арктическим льдам на борту экспедиционного судна побывала съемочная группа нашего телеканала. Организатор похода – морская арктическая комплексная экспедиция, фонд полярных исследований и ненецкое отделение Русского географического общества. Маршрут, как и два года назад, прежний. Кандалакша, Наринмар, Новая Земля, остров Вайгач, остров Матвеев. Легендарная яхта, а на первый взгляд маленькая и хрупкая суденышка, уже дважды успешно прошла по этому маршруту. Вот эта лодка или яхта, Нерпа, на которой она находится, она уникальна. Она строилась 10 лет. Вот когда мне говорят «Мерседес» в ручной сборке, вот вы только когда пройдете, посмотрите все детали. Все сделано человеком и изобретено. Значит, здесь специальные ледяные обводы, соотношение длины к ширине 1 к 3, что позволяет лодку не сжимать, а выталкивать изо льда. Маршрут у Нерпы прежний, а задачи новые. В планах путешественников научные орнитологические исследования на острове Вайгач и на новой земле. Мы сейчас вот пришли сюда из Карелии, и 2 числа мы убываем на Вайгач. В нашей обойме будет два орнитолога, которые сейчас работают на Колгуеве. Они приедут на Ленмар, отправят часть людей на большую землю и сядут, вот там для них место уже отведено, потом посмотрите в корме. И мы вот должны обойти по часовой стрелке, ну естественно они будут работать, вокруг новой земли по часовой стрелке. В ходе экспедиции для приема и передачи данных будет применяться станция космической связи «Гонец» разработка российских ученых. Вот это наша отечественная разработка, которая позволяет отслеживать суда. Установлено уже на более 80 судах речфлота. И мне вот любезно предоставили апробировать на маломерном судне эту систему. Она позволяет работать в режиме электронной почты. То есть посылать имейлы на это, посылать сообщения на приемники сотовой связи. Яхта «Нерпа» стала первым подобным малым судном, не имеющим ледового класса, которому официально выдано разрешение на плавание в акватории Северного морского пути. Исследователи проведут в западной части Севморпути подробное обследование закрытого пока для ученых восточного берега острова Вайгач. Первая часть исследований прошла два года назад. Природа такого соорудить не может. И потом нашли еще один мост. И к нему подходящие идеально дороги, вписывающиеся в общий рельеф. Это все наталкивает на мысль, что Вайгач, как и Кольский полуостров, и как и юг Урала, это все звенья одной цепи, и фон, так сказать, древней цивилизации распространялась очень широко. И вот мы попробуем все задокументировать. У экспедиции «Нерпы» несколько задач. После выполнения работ у побережья Вайгача экспедиция прибудет к острову Матвеев. Здесь пройдет церемония спуска венка на месте трагических событий в годы войны. В августе 1942 года немецкая субмарина потопила советский буксир. Тогда погибло свыше 300 человек. Мы хотим в этом году отдать долг и память спустить в траурный венок. В соблюдении всех этих. Владыка нас здесь, в Неринмаре, совершает молебен. И мы с Божьей помощью и эту тему закрываем. Связанную с памятью о тех трагических событиях в Печорском море у острова Матвеев. Изящная и выносливая «Нерпа» к суровым испытаниям готова. Желаем экипажу 7 футов под килем. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Первые шаги в новую жизнь. То, что невозможно и возможно, доказала героиня нашего следующего сюжета Елизавета Михальченко. Малышке в августе исполнится 3 года, но все это время она не умела ходить. Диагноз врачей у девочки ДЦП. Для мамы Лизы Аси прозвучал год назад как приговор. Но девушка решила не сдаваться. Правда, посещение многочисленных дорогостоящих реабилитационных центров и лечения не приносили результатов. До текущего месяца в июне Лизу не только поставили на ноги, но и научили ходить. Трехлетняя Лиза Михальченко делает первые в своей жизни самостоятельные шаги, уверенно покоряя игровую площадку и смело катаясь с горки. Хотя еще несколько недель назад об этом оставалось только мечтать. Была зажатая, сидела неровно, очень-очень большой страх в глазах и равновесия практически никакого не чувствовала. То есть она все время висела на мне. Родители, у кого есть ДЦП, не ходячие дети, меня поймут. Больше, наверное, меня никто не сможет так понять. Мои руки и ноги, это были ее руки и ноги. И она постоянно на мне висела. Если идти, то она постоянно на мне висит. На детской площадке мы гуляем, и я постоянно с детской площадки хожу сама вместе с ней, потому что ей хочется, а она не может. Она говорит, я хочу ходить, как все детки. Они получаются. Я говорю, Лизочка, скоро пойдем, скоро пойдем. Лиза родилась в августе 2015-го. В год девочка не ходила. Попытки мамы Лизы Осии выяснить причины этого оказывались безуспешными. Местные врачи твердили, девочка пойдет. Но этого не произошло и еще год спустя. Когда Лизе исполнилось два года, в Москве ей был поставлен диагноз ДЦП. Три раза в год ездим в различные центры, реабилитация, лечение. И результаты были незначительные. Настоящим чудом для семьи стало июньское посещение центра Натальи Пыхтиной. О нем Осия узнала из передачи «Мужское и женское». Мы поехали, нам помогли в нашем городе губернатор наш Александр Витальевич. Большое спасибо. Благодарны нашим родственникам, которые тоже нам помогают безмерно. Просто нет слов, да, передать слова благодарности. Большое спасибо. Потому что это все не очень так недешево, это лечение дается нам. Она взялась за Лизу и буквально за две недели сделала просто невозможное. Сделали первые шаги, мы стоим без опоры. Мы начали двигаться, мы стали ходить. И просто моему счастью нет предела. Я просто в восхищении. С тех пор жизнь Лизы кардинально изменилась. Каждый день буквально расписан по минутам. Обычный день у нас начинается так. Начинаем мы зарядку. Вот тут все погладим, ручки погладим, животик, ножки. И начинаем ручками заниматься. Раз. Обычная зарядка наша. Два. Несколько раз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Каждый день тренировки, растяжки, упражнения на суставы и плечи, передвижения в специальной обуви, прием медикаментов и посещение врачей. Обязательные процедуры для достижения стопроцентного результата. Прогноз доктора Пыхтиной позитивный. Через два месяца Лиза будет ходить уверенно и без малейшей поддержки. На примере Лизы и наших пыхтенят мы еще раз убеждаемся, что потенциал наших детей огромен. И если мы сегодня лежим, то мы можем показать и удостовериться в том, что через две недели мы начали ходить. И Лиза нам это продемонстрировала. Теперь у жизнерадостной Лизы совсем другая жизнь, наполненная каждодневными открытиями и свершениями. Во время нашей съемки Елизавета сделала еще один новый шаг в свою новую жизнь. В сентябре Лизе вновь предстоит поездка в центры реабилитации. Семьей уже потрачены немалые средства на лечение. Сумма, необходимая для предстоящей поездки – 300 тысяч рублей. Помочь Лизе может каждый из нас, перечислив любую сумму на номер счета, указанный на экране. Я больше хочу поделиться не только своей радостью, но и сказать о том, что вначале было очень трудно. До года мы сидели как в своей скорлупе, мы боялись. Я вообще не верила, что у меня ребенок ДЦП. Мы как-то этого стеснялись даже. И вот так родители детей-инвалидов, мы сидим дома тихонечко, и думаем, ребенок сам вылечится, исцелится. На самом деле чудес таких не бывает. Надо лечить, надо двигаться, надо выходить из этой скорлупы. И искать врачей, которым можно поверить, и которые нас научат и помогут нам. Мария Владимирова, Антон Водряков, телеканал «Север». И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова